всем привет привет дорогие мои друзья не смотрите я сегодня разобранном состоянии ой девочки время пятый час я сегодня полдня сидела на молоко чай и потом поела больше не буду есть ну так поела перекусила вот завтра я может начать что-то мне сегодня у нас погода меняется меня чего-то сегодня в разные стороны мотыляет вот что вам хочу сказать за эту швабру нет сейчас уже не реклама сегодня у меня одно одно окно открывается а второе глухое ну понимаете мы такие были богатые что экономили на всем так вот сэкономили на на этих окнах 1 1 створка открывается 2 нет и я этой шваберкой девочки сегодня так окошечки свои намыла блестят как котовой мудушки а вот я вам сказала привет моей матушке я уже не помню мне сегодня я не знаю я сегодня все бегом-бегом у меня тут кое-какая работа была девочки думаю ну ладно маленький ролик запишу сразу вам скажу огромное огромное спасибо за ваши комментарии за ваши лайки за просмотры огромное спасибо особенно девочкам которые наши девочки живут за границей я хочу чтобы там у вас все складывалось чтобы вы не грустили о родине чтобы вы уже привыкали к этой жизни жизнь она разная чтобы у вас там все складывалось с работы чтобы вас там любили и чтобы вы всех там полюбили вот поэтому девочки вот так еще раз повторяю вопросы мне в комментариях не задавайте я отвечать не буду я знаю что это ваша работа что комментарии писать это тоже работа я об этом давно сама догадалась но потом ничего ну ладно я не буду уже говорить кто но сказали что это так вот поэтому вопросы мне не задавайте значит тогда вы которые которые пишут о моей родине моей россии матушки плохие слова я вас очень прошу убедительно прошу на моем канале своей кучки не оставлять нет на моем канале как от нельзя нельзя моя страна она любимая мною это моя родина родина россия я россиянка и ей останусь здесь родилась и здесь я умру поэтому девочки я ничего против не имею не против какой национальности мы все славяне пишут мне девочки сами знаете откуда мы к вам очень хорошо относимся у меня очень много друзей подруг украина очень много и у нас таких разговоров между нами не ходит мы не поднимаем такие разговоры поэтому будьте любезны ходите на каналы на политические там где знают политику я дуб дубом я ничего не знаю если бы был жив муж может он мне немножко бы что-то объяснил я девочки в этом ничего не понимаю я просто я просто женщина я просто мать я просто бабушка да поэтому вот так девочки давайте теперь о хорошем и не пишите мне не обращай внимание не говорить девочки мой канал хочу выражаю свои эмоции я человек эмоциональный через пять минут правда забуду что я говорила ну факт остается фактом понимаете в чем дело это у меня такая широкая футболка не подумайте что я тут наела себе лишних килограммов так что что хочу сказать я хочу сказать девчонкам которые начали стройнить и может быть я была мотиватором мне пишут многие если это только правда я за вас прям вот рада прям рада радюхонько я очень рада я очень рада что ленивые жопки и ленивые тушки подняли подняли свои тушки и пошли работать над собой да девочки это так и называется тушки жирные жопы и толстые пузы нас по-другому не назвать если вы сейчас обидитесь я вам что хочу сказать я точно такая же я точно такая же как только я разленилась как только я рот разинула на шоколадки на булки а для меня это просто понимаете как я не знаю ну это как сметана для кота дворового вот так для меня вот это вот все поэтому девочки давайте давайте дадим дадим себе какой-то ну не знаю девиз что ли давайте дадим себе девиз что если один день мы на пакостили а пакости это значит мы что-то лишнее слопали значит мы должны это отработать а как отработать значит мы должны руки в ноги и пошли и пошли и домой не заходите пока у вас счетчик не сказал вам что вам уже пора. Значит, вы ставите все себе шагомер в телефоне. Телефон теперь у всех в кармане, в руке, в сумке, где угодно. Но ни на каком на столе не лежит телефон. Теперь мы все, мы теперь все деловые. Мы теперь все деловые от мала до велика. Мы ругаем ребятишек, а сами телефон не выпускаем. Ну согласитесь, девочки. Вот, поэтому вот так. Вы должны взять телефон, туда закачать обязательно шагомер. Не надо покупать лишних, лишних себе причиндалов. Не знаю, как их назвать, девайсы или кто они там есть. Вот. Не надо никаких браслетов, счетчиков. Закачали себе шагомер, поставили себе там уровень 10 тысяч, 10 тысяч шагов. И все. И пока вы, пока у вас сам, сам не скажет шагомер, вы свою норму выполнили. Значит, вы не сделали план. Если вы пришли домой, план не сделали. Когда была пандемия, я вам расскажу. Мы со своей подружкой из белорусской слили, мы хохотали. Ну, без конца объявляли, что нельзя выходить на улицу. И я, девочки, 15 тысяч шагов. Я открыла окна, открыла лоджию. Окна имеются в виду на лоджии. И я ходила 15 тысяч шагов по квартире. И пока мне счетчик не моргнул, что все, Оля, остановись, я не останавливалась. Я ходила, ходила, ходила туда-сюда, на кухню, в ту комнату. В общем, я себе шаги все равно набивала. Но в то время я была более, наверное, поглощена вот этой темой похудеть. Сейчас у меня почему-то как-то, ну, не так быстро получается. Вернее, вы знаете, как я вам хочу сказать? Все у нас в голове. Вот как только вы себе сказали, что я стану, я стану стройная и красивая, я стану легкая. И поверьте мне, поверьте, как только вы сбросите хотя бы 5-10 килограмм первых. Ну, кто сильно большой тушкой, тушка большая, быстрее похудеет, чем мы. Вот, мне надо столкнуть всего 7 килограмм. Очень много говорят, ой, ну, куда тебе худеть? Ты и так нормальная. Ну, типа, ну, не 100 же килограмм. Нет, девочки, когда стоит, уже плакать надо. Ой, не плакать, а рыдать, рыдать надо. Сохрани, помилуй. Никогда не дотягивайте. Я вам говорю, что если у вас 52 размера уже появился, все, вам надо бежать просто во все стороны. Не допускайте. Дальше уже не допускайте. У меня есть подруга. Она у меня всегда стройняшка была. Она очень красивая сама. Внешне распахнутые глаза. И я вам расскажу, она незаметно, она незаметно поправилась. А мы тогда что-то были в ссоре. Они не разговаривали. И я, когда ее увидала... А, нет, сначала муж ее увидел. Пришел и говорит, ты представляешь, я видел твою там, ну, сказал кого? Я говорю, да что-то. Он говорит, ну, да, ну, так поправилась. Думай, ну, как там поправилась? Когда я встретила, я не смогла удержаться. Я все равно все это сказала. Некоторые делают, знаете, лид, ну, а я-то вот не такая-то, вот мне живут так, а я вот так. Нет, я не молчу. Я говорю, нихера ты нажрала морду, ты посмотри на себя. И я потихоньку начала ее. И что вы думаете, она обиделась на меня? Нет, она меня хорошо знает. Мы знаем друг друга больше 30 лет. После этого она мне сказала, ты знаешь, а я вроде как будто и в зеркало не смотрелась, понимаете? Бывает так, бывает. Бывает человек уйдет с себя, ему сладенько, ему вкусненько, и он не обращает внимания, что вес растет, что она выбрасывает вещи, она любитель выбросить вещи. У ней все красивые вещи брендовые, она выбрасывает, покупает новые. И потом она мне рассказывала, как она ходила в большие торговые центры, и когда заходила в любую из секций и спрашивала... А, нет, она вот так говорит, я захожу в секцию в любую, а мне, говорит, уже девочки, ну, продавцы, не вставая с места, кричат, вы знаете, на вас у нас ничего нет. Она говорит, я ходила, как в воду канутая, но настолько обидно, что ничего нигде не найти. Поэтому, девочки, сейчас самое время, самое время начать и потом придерживаться. Да, бывают срывы, да, я такая же. И мы все такие девочки, сколько бы нам девочкам не было лет, хоть 70, хоть 80, мы, девочки, все равно остаемся девочками. Поэтому берем себя в руки, в ноги и не сдаемся. Девочки, я наливаю бутылкой в утюг, потому что я покупала этот утюжок Тефалевский. Я покупала его в магазине Техника с Уценкой. У нас в Питере очень много таких магазинов. И мне сказали, я говорю, а почему его продают дешевле? Они сказали, он стоял на литрине, коробка вот такая вот порванная, и там нету пластмассового стаканчика, поэтому ценили в два раза. Ну, я купила, слава богу, слава тебе, господи, и работает. Ну, Тефаль, это ж фирма, это ж фирма. Теперь фирменную вещь найти, знаете как. Вот, так что, девочки, не сдаемся. Ой, работаем над собой, над собой. Сегодня что я сделала, я вам расскажу. Проснулась с утра, у нас ветер, ветер дует так, что окно не открыть. Ну, а когда человек вот такой, как я, упертый, как баран, мне никакая не преграда. Что я сделала? Я сняла те коричневые шторы, я сняла скатерть. Вот, скатерть стирать не стала, она чуть-чуть совсем полежала, она под клеенкой была, она абсолютно новенькая. Я ее просто сложила, вот, постирала шторы, одела, одела те красивые. Ну, для меня красивые, вы же понимаете, все относительно. Может, у вас там, знаете, может, с люрексом какие висят, или я не знаю, там еще какие брендовые. А мне и так хорошо, чистенько и ладно. Вот, потом что я, я помыла окно, все равно я открыла, помыла. Я просто взяла эту швабру, которая швабра с ведром, вот, намочила моб, ну, вот эту насадку, намочила и, которое окно у меня не открывается, протерла. После этого я взяла, у меня есть тряпочка такая, я не помню, какая фирма для стекол. Я на эту швабру насадила, так завязала на узелочки и вытерла. Все идеально, чисто, вот так. А я мучилась, знаете, сколько и как небезопасно эти окна мыть. Ну, в общем, все сделала, все сделала, потом, что я начала. А, стирку включила, стирку включила, ну, я же бегом, я же деловая. Слышу, у меня машинка гудит. Думаю, что у меня машинка, что уже постиралась. Подхожу, а я, оказывается, воду не включила. Ну, вот, воду переключила, все в порядке, слава богу. Так, потом, что я еще сделала? А, помыла стены, на кухне помыла. Ну, как помыла, протерла все с моющим средством. Я добавляю в это ведерко моющее средство и, о, все, постельное белье. Я вам хочу сказать, что очень тяжело гладится постельное белье, которое перкаль. Первые два-три раза тяжело гладится. Ну, оно, правда, и лежит. Когда ты постелишь его себе на кроваточку, оно будет лежать месяц, и вы даже, даже стрелка не уйдет. Но я, правда, до месяца не довожу. Я-то бабенка деловая, вы же понимаете. Вот, поэтому, поэтому мы так. Вот такие всякие лохматые у меня полотенца. Но я их так люблю. Ой, люблю все старенькое. Вот хоть что вы говорите мне, девчонки. Вот такая вот, вот такая я, да. Люблю старенькое. Я люблю хорошего качества. Вот это фирменное полотенце. Не знаю, как правильно, хомы. Ролл хомы или пол хомы. Фирменное полотенце такое хорошее. Вот я его окунула. Ой, как будто это так отсвечивает. На самом деле оно беленькое стало. Я вот в этот порошочек опустила. И очень даже хорошо. Люблю натуральные хорошие вещи. Очень люблю. Вот, сейчас позову подружку. Хочу подарить ей и ее дочечке. Мы давно дружим. У меня ребенку, наверное, был всего годик. Мы познакомились. А сейчас уже ребенку будет 34. Вот столько лет мы дружим. Хочу подарить по спортивному костюму. Просто так, просто так подарить и все. Пусть носят на здоровье. Вот. Вот ношу Кельвин Кляйн мужа в футболке. Мы их покупали в Америке. А вот, они стоят там недорого. Классные футболочки. Я их очень обожаю. Люблю. Мне кажется, даже им еще пахнут. Представляете? Да. Ой, Господи. Ой, ну нельзя говорить. Нельзя говорить. Ой, в общем, вот так. Сегодня намажу марафет. Наведу. Сегодня я никуда не пошла. Вчера ходила в бассейн. В баньку. Все шикарно. Все хорошо. Купила себе салат. Там зелень. Ой, девочки. Ну ничего не дешевеет зелень. Ну ничего. Вчера пасхи никакие не купила. Яйца еще не красила. Яиц я купила достаточное у меня количество. Сейчас я луковую шелуху. Помните, я вам рассказывала. Я накопила себе луковой шелухи. Сейчас покрашу. Я не люблю никакие этикетки, пленки. Короче, я не современный человек. Не современный. Вот. Сейчас все поглажу. Здесь поубираю. И будет мне счастье. Ну счастье, я не знаю, относительно все. Вот. Вчера меня так прям порадовала одна женщина в бане. Разговорились. Она говорит. Ой, да вы что? В Белоруссии так дешево. Я только вчера смотрела. Там идет какая-то акция. Какая-то идет акция. И вообще всего 32 тысячи типа санаторий. Девочки. Ну я залезла. Потом я думаю, ну ладно, я поеду к Ольке. Олечка у меня есть. Ну дистанционные знакомые. Мы знакомы с ТикТока. Судьба у ней немножко такая же, как у меня. Схожая. Она тоже овдовела. И тоже очень долго она горевала. И я думаю, если что, мы там встретимся. Будем гулять. У нее есть маленькие собачки. Не знаю, живы они или нет. Вот. Олечка поймет, о ком я говорю. Она тоже. Она тоже. Живет она в Анапе. Вот. Они с мужем мечтали жить оба в Анапе. Ну вот так случилось, что он у ней тоже умер. Царство ему небесное. И она переехала сама. Ну у нее и сыночек, по-моему, где-то рядом живет. Ну вот. И я думаю, ну ладно, возьму я в Анапу тогда. Я хоть и Анапа мне не понравилась. Ну думаю, ну все-таки теплее. Понимаете, девочки? Ну ценники, ну ценники. Нет, я готова заплатить. Но я же знаю, какие там услуги. Я же знаю, что сейчас очень много процедур. Поубирали, прямо на нет поубирали. Ну вот. Ну ой, не знаю. Там раньше, допустим, было, допустим, 8, ой, 10 массажей. Потом стало 8 массажей. Потом, по-моему, стало 5. Ну в общем, как-то так. Как-то так. Вот я вам хочу сказать, фирменная вещь. Вот такой обычный свитерок. Тоже Кельвин Кляйн. Стираю я его в машинке, как ни попадя. Обычная стирка, 30 минут и все. Ну чисто подсвежить, потому что, сами знаете, мы, женщины, уже возрастные. Я на второй раз еще могу одеть. На третий раз я уже не одеваю ни одну вещь. Ну потому что, ой, у меня тут на голове-то что? Ну ладно, девочки, не обращайте внимания. Сегодня я убираюсь. Вот. Поэтому, девочки, что я вам хочу сказать, моей матушке? Когда вещь хорошая, стирай ее хоть в какой воде. Понимаете, в чем дело? Да, сейчас все вот так. Вот я как с вами. Быстро. Но я, правда, с утра уже много перегладила. Надо уже тепленькое по чуть-чуть убирать. Ну, вот как убирать? Вот видите, какая погода сегодня. С ног сбивает. Вот. Вот без конца у меня футболки. Тыр-пыр, тыр-пыр. Туда-сюда. И, понимаете, одел, снял, одел, снял. Я за день по две футболки меняю. Потому что, потому что целый день в одну я мотыляюсь. Потом душ принимаю вечером и одеваю футболку. Ну, естественно, белье какое-то свежее. Вот. Потому что когда ты возрастной, когда пишут, ой, да нет, да это все неправда. Ну, девочки, я не знаю. Я не знаю, где вы, как вы, где вы так, что вы видали. Вот. Хотя в деревне, наверное, вот я вам хочу сказать, что в деревне, наверное, это все по-другому. Наверное, правда, там возрастные люди, наверное, такого нету. А вот в квартирах, наверное, все-таки мы больше задыхаемся. Может, потому что мы редко бываем на воздухе. Может, потому что сидим в плитах. Ну, вот если в городе женщина не будет каждый день душ принимать, мне кажется, это будет вонючка, это будет такое амбре. Мама, не горюй. Ну, мне так кажется, девочки, не обижайтесь. Я поняла, что вы знаете. Я знаю. Вот. Вот донашиваю свои футболочки с Экинда Хендика. Я их очень люблю. Это качественные вещи. И кто бы мне там что не говорил про этот секонд-хенд, а я нет-нет, да туда забегу. Очень нравятся мне вещички там многие. Сейчас, конечно, меньше. У нас город портовый. Вот. И у нас, конечно, и Финляндия рядом. Мы очень много привозили хорошего фирменного секонд-хенда. Секонд-хенд, девочки, это никакие не покойники. Не придумывайте, кто не знает. А это за границей. Я сама лично, когда жила, ну, жила, была в гостях у сына. Я уже рассказывала не раз. Но просто хочу вам еще раз рассказать, что секонд-хенд – это не покойники. Это живые люди. И даже потом, если он стал покойником, носил он живой, когда был. Понимаете, в чем дело? Так вот, везде за границей, ну, в том числе, не в том числе, а вот про Америку я знаю точно. Они, значит, какую вещь не носят. Они ее сдают как бы как на благотворительность. Ну, им делают там отметочку, что сдавал вещи. Сдавал вот такую-то фирму благотворительную. И у него снимают налог. Налог. Вот. У них считается налог по-другому. Мы же всегда говорили, что… Ну, вот опять же, я вроде как с одной стороны, да, чистая россиянка. А с другой стороны, когда несправедливо, я начинаю возмущаться. А почему? А потому что… А потому что везде считают налог. А у нас богатый и бедный платит 13%. И только работодатель у нас платит во все… во все инстанции. Работодатель. Работодатель платит, наверное, все 33%, как в Америке. Ну, в Америке вот так и считают… считают налог. Значит, если ты живешь… ты получаешь, допустим, по-часовую, ну, скажем, получаешь ты 25 долларов в час, к примеру. Вот. Вот и считайте. У них 8-часовой рабочий день. Не более 40 часов в неделю. Вот. Вот они все это считаются, суммируются. И год проходит, и в апреле они платят налоги. Вот. И тогда человек, который приходит отчитываться по налогам, он пишет… он пишет… сдал вещи, секонд-хенд, ну, там не секонд-хенд называется, а благотворительность. Потом пишет, добирался до работы. Столько-то миль, столько-то бензину, столько-то керосину. Все это вносит. В ренту квартира. Снимает квартиру. Еще минус. Следующий пункт. Машина. Машина в лизинг. Тоже еще минус. И в результате он платит, ну, там сколько, 10%, там 13%, сколько у кого получается. А у нас как? А у нас в квартире газ. Так вот, вчера я почитала одну статью, что Наибулина для пенсионеров готовит новую, новую веселую жизнь. Если вы не читали, можете поискать. Так вот, госпожа… как ее фамилия-то? Ну, в общем, я сказала… Как же ее правильно-то фамилия? Не Наибулина, а как она? Наибулина? Нет, как? На… На Биулина, На Биулина. Вот госпожа На Биулина, она сказала, что деньги сейчас… Ну, они хотят сделать нам не пенсию в рублях, а какие-то талоны. Так вот, девочки, скоро деньги мы получать не будем. Мы будем получать талоны и тратить только на себя. Понимаете? Вот вам и законодательство. Мы были рабами, а станем еще хуже. Вот. Чтобы, типа, не тратили, куда попало. И чтобы, типа… Ну, вот в чем у меня штанина? И не простирала. Ладно, не хочу перестирывать. Это я пижаму глажу. Вот. Какие-то талоны, якобы, чтобы на возрастных своих детей не тратили. Чтобы там тратили только на себя, на лечение и на все. Ой, девочки, как много я вам наболтала. Так вот, якобы, вот такая статья или закон будут применять по отношению к пенсионерам. Не знаю, примут ли такой закон, будет ли, но идет разговор. Я прочитала там целый чат внизу. Там все возмущены. Говорят, о как, работали, работали. Ну, типа, если мы захотим помочь своим внукам или детям, то это как бы нельзя. Поменять свои кровные мы можем только на продукты, на лечение или, ну, может, на санаторий. Как бы там еще все прям до конца не расписано. Ну, вот хотят такую сделать статью. Все, девочки, выключаю. Буду вам заливать этот ролик. Всего вам доброго. Я вас всех люблю. Кто досмотрел до конца и поставил лайк, я вам премного-премного благодарна. Кто оставит хороший, адекватный, нормальный комментарий. Тоже спасибо большое. Вопросы не задавайте. Я не работаю писателем. Отвечать не буду. У меня нету модераторов. Я их никогда не заведу. У меня нету лишнего человека, чтобы сидел. Человек как бы есть, но писать нигде, отвечать не будет. Всего вам доброго. А мы ждем лето. Пока-пока. Всех люблю. Обнимаю. Продолжение следует.